Всем привет! Я София Голберг, художник и модельер из Лос-Анджелеса. На этот раз хочу показать мои рисунки о кошках. Начнем обзор с вот этого миленького котеночка. Вот здесь котеночек, который спит. Вот такой рисунок карандашом, 2021 год. Вот такой просто, ну на самом деле он был такой бежево-рыженький, светленький такой котеночек. Вот он к нам, его кто-то принес на время, вот котенок этот заснул, я его успела нарисовать. Такой он маленький, но немножко худощавенький. Но если бы это был мой котик, я бы его откормила потом же. Ну вот это котик, это гибрид гималайского с персидским. Вот это котик, какой хороший, вернее это кошечка. Вот, но ее хозяева сначала думали, что купили котика, мальчика, а она оказалась девочкой. И сначала ее звали Цветанка, поляки продавали, вот, а потом они переименовали or fluffy treasure. Ну на английском fluffy treasure означает пушистое сокровище. Вот такой вот имел в этой кошечке получилась. Она на самом деле такая вся пушистая, мягонькая. Но это я карандашом пыталась нарисовать, как выглядит кошачья шерсть пушистая. Она настолько вот пушистенькая, что возьмешь руки и думаешь так, а у нее там хоть косточки-то есть. Естественно, невесомый такой комочек пуха. Вот, а это вот три кота. Тут у них была небольшая история. Вот у меня среди знакомых. Одна женщина, она очень элегантная, такая вся изысканная. Иммигрантка тоже приехала из бывшего СССР. И, значит, здесь в Америке она познакомилась с одним, ну вот он испанец. Ну, и вот у него одна из его родителей, его мама мулатка, а сам он испанец. Вот. И эта элегантная русская женщина, она познакомилась с вот этим вот мужчиной. И у нее была дочка, тоже привезенная из бывшего СССР. Вот, и, значит, она была категорически против, чтобы ее элегантная, нежная, красивая мама дружила с таким немножко грубоватым мужчиной. И дочка, она поставила небольшие пакости, в конце концов она своего добилась. Этот вот ушел подальше из их семьи, а потом ее мама познакомилась с тоже иммигрантом, счастливо поженились и все такое. И я решила эту семью нарисовать в образе котов. Вот эта вот элегантная кошка, такая вот, это мама. Это ее хитрая дочка, она, а вот этот вот, совсем не элегантный мужчина. Вот этот вот в образе кота. А тот котенок, это была такая хитрая, хитрая такая дочка. Вот эта вот, она хитренькая такая, глазки шкодные строит. Вот такая была история. Просто я хотела и завозить моих знакомых и их историю в образе котов. Это тоже, это принцесса-кошка. Здесь немножко и тут длинная история. Это о том, как на земле у многих народов коты были как священные животные и так далее. И я тут рисовала тут значками, в каких известных вот легендах, религиях, к чему оно относится, где кошка считалась священной, где наоборот ее боялись, где их хотели убрать. Вот некоторые есть люди злые, они пытаются даже уничтожить котов. Но это очень зря и ни в коем случае нельзя этого делать. Но есть люди агрессивные, они панически боятся кошек и считают их за зло. Хотя абсолютно напрасно нельзя. Кошки очень милые, добрые существа, созданные природой так же, как и люди. Поэтому никакого негативного отношения к ним иметь просто нельзя. Нельзя иметь никакой злости на часть природы. Потому что тогда природа воздействует на тебя. Отправляешь в мир зло, получишь зло. Отправляешь добро, получишь добро. Немножко философии, но я думаю, что это кстати. Это я специально нарисовала для мамы. В подарок относится мудрая кошка, которая сидит на горе. На этой горе из лучей зари появляются иногда бриллианты. Ну это была такая давняя легенда. На Кавказе я такое слышала еще. Я родилась на Кавказе. И это есть такая кавказская легенда. Она еще и у других народов есть, но я больше на Кавказе ее слышала. Что вот есть, когда человек добрый и чем-то очень-очень заслужил, то Всевышний Создатель будет к нему так благосклонен, что с ранними лучами зари пошлет бриллианты. И бриллианты появляются только на той горе, где сидит мудрая кошка. Главное эту гору отыскать. Отыскать не может только тот человек, который настолько чистый, добрый. Вся душа у него кристально чистая, как бриллиант. И только тот человек, который делал много добрых дел, и природа, и Всевышний Создатель это оценит. И тогда добрые дела будут награждены, человеку будет награда бриллианты. Потому что каждое доброе дело, оно никогда не проходит бесследно. И человеку награда будет послана бриллианты. Но это он должен заслужить, конечно же. Вот. Тоже что-то вот из милоты такой, просто спеший котеночек. Просто мне очень нравятся кошки. Ну, вот говорят, если у человека есть собачатница, а есть кошатница. Ну, вот я кошатница. Хотя собаки мне тоже нравятся. Ну, надеюсь, все видели. Вот у меня есть вышивка бисером, портрет собаки. Вот. А это тут просто котеночек спящий. Мне просто нравятся хорошие котики. Они, когда спят, их можно успеть зарисовать. Но когда они такие маленькие, они такие шебутные, они везде носятся. Это грубо, белкают, пищат. Ну, в общем, очень школьненькие. А когда он спит, есть время его нарисовать. Вот. Опять такая элегантная кошка. Вот это у него имя Котя. Котя. Ну, вот это тоже я маме отдала. Такую картинку сейчас я взяла для Викика записать. Вот это такая элегантная, красивая кошечка. Ну, хоть она и не персидская порода, но и кроме персидских есть тоже красивая. А это вот называется... Была кошка принцесса. У нее все было хорошо, но были рядом злые люди, которые кота обижали и злили. И в результате она пошла мстить. И вот она мстит, но она все равно осталась такая хорошенькая, красивая, глазами все равно с пышными ресницами, такими длинными. И она говорит, что когда я закончу сквитаться с моими врагами, я снова буду доброй, милой киской. Вот это у меня такая была идея. То есть, ну, она на время пошла отомстить, что ее обижали. А потом она снова будет нормальной, милой кошечкой. И будет снова мурлыкать очень такие, так сказать, умильные, сладкие мелодии, которые могут только кошечки. Вот. Это я пробовала маркером нарисовать рисунок пятиминутка. Просто кошки вид сзади. Ну и одна вот черная, такая вредная, шкодная. Потому что она вот смотрит вот так вверх ногами, так еще и не оттуда. В общем, кошка, которая делает все не так. А эти, просто кошки вид сзади. За пять минут нарисовала. Маркером. Кстати, есть такой сорт маркера. Он отвратительно воняет. Но зато рисовать им здорово. И он, главное, что даже если эта картинка намокает, этот маркер никогда не раскисает, не тает, не портит этот рисунок. Он остается четким. Он не растекается, не размазывается, ничего. Но единственное, пока его рисуешь, он ужасно воняет. Вот. Это вот я пыталась нарисовать. Такая у меня была идея. Если бы я была кошкой, то это был бы мой портрет. То есть этот портрет меня в образе кошки. Мои голубые глаза, мои рыжие волосы. И вот такая вот хитрая. Ну, то, что у меня многие мои друзья считают, что я очень хитрая. На самом деле я не хитрая, просто я расчетливая. Я училась на юриста-экономиста. В общем, я заканчивала университет на юриста-экономиста. И, ну, по национальности я еврейка. И моя бабушка немка. И все такое, что она считает расчетливыми. Немцы всегда расчетливые. Ну, евреев всегда считают за хитрых. Ну, а на самом деле я не хитрая. Я просто все экономически выхитываю. Ну, не жадная, а экономная. Ну, так вот это вот протеет меня в образе кошки. Как если бы я была кошкой. Мяу! Для достоверности. Ну, все могут униками мяукнуть кошкой. Мяу! Похоже, надеюсь. А это вот я еще рисовала лошадей когда-то. Просто вот, ну, я родилась на Кавказе. На Кавказе там очень много есть эти лошади. И они есть такие, как, какой-нибудь завод это называется. А здесь я написала текст. Это группа Манаор. Это, она была хорошая очень рок-группа. Сейчас они почти не выступают. И у них была песня про лошади Чироки. Чироки – это вот эти индийские племена, которые жили в Америке еще до приезда белого населения сюда. Вот, и такая песня о свободе, как вот лошадь Чироки, как бы, это как их символ свободы. Ну, просто красивая лошадь. Я рисовала, потому что, ну, я с Кавказа, и потом ассоциация Кавказская лошадь, Чироки-лошадь. Ну, все, как-то лошади, лошади, они скачут. Мне просто очень нравится. Ну, вот уже еще одна лошадь. Я пыталась рисовать кабардинскую лошадь. Ну, мне говорят, что она не очень получилась, немножко худоватая. Ну, если это лошадь молодая, жеребец, допустим, ну, тогда это, может, еще и подходит. Вот, и лисичка. Я вот, когда ее нарисовала, ну, я хотела просто попытаться в течение часа успеть за час, успеть вложиться ровно, ровно в час. Я еще специально будильник завела, думаю, успею. И вот у нас один фокс, вот такой вот этот, значит, специально лисичка. В течение часа я ее нарисовала, ставилась быстрой, садилась карандашом, потому что самая долгая возится с этой штриховкой, чтобы сделать такой темный цвет заливку. Ну, вот лиса. Для, по-русски считается, что лиса – это хитрость, символ хитрости таких вот, хитро-жалтеньких. А у европейских народов и в Америке символ лиса – это, как сказать, умный человек, особо умный, чем ты одаренный, ну, академик даже может быть. И сказать, что лиса, ну, ты как лиса. Это большой комплимент человеку, сказать, что ты умный. Такой вот, потому что у лисы очень, вот, внимательные глаза. И я, когда живую лисичку видела, ну, когда еще путешествовала много, я видела вот среди зимы лисичка, такая, она действительно рыженькая, но не так рыжая, как я, но она действительно рыжая, еще даже более рыжая, чем я. И у нее такие внимательные глаза, что я пыталась изобразить, что у них такие, вот, и что она как человеческий образ немножко, человечные глаза, но они такие вот внимательные, все живые существа. И у них как-то есть, ну, типа камюны, и с ними можно как-то даже начать разговор, что они все живые существа разумные. Ну, у них, конечно, нет городов, нет такой цивилизации, как у человека. Животные – это огромная часть того, что существует на земле, земная природа. И у них тоже есть разум, не только у дельфинов эти разумы-то есть. Я думаю, что лисички как раз после дельфинов на одном из ближайших мест по разумности. Лисички, они очень разумные существа. И мне они, кстати, очень нравятся. У них даже, мне кажется, что у них есть собственная цивилизация или что-то вроде этого. Потому что, насколько я помню, я видела живых лисичек, и у меня впечатления о них были очень интересные. Кстати, когда еще я была маленькая девочка, я училась в школе в начальных классах, мы писали сочинения обычно, как мы ходили в поход. И я писала вот эту историю для школьной учительницы. И, кстати, копия до сих пор, вот эта моя, это была копия, ее спринтовали специально, этот листочек, который я с моим сочинением, и показали как образец. Во-первых, у меня было красивое написание, чисто такая вот письменность, красивый шрифт. Я успела, ну, не каллиграфию, конечно, но я очень старалась. И там была, ну, как бы сказать, поэзия такая в прозе, я бы так сказала. Очень получилась красивая история, я ее рассказывала. Потом как-то обязательно расскажу. Вот. Я думаю, это было интересно. Всем добра, всего хорошего и до новых встреч.